Лопатами или ковшом с раннего утра они убирают снег в дворах. Новая спецтехника, закупленная в этом году, оказалась весьма кстати. У работников муниципальной управляющей компании «Жилсервис» есть еще одна сложная задача – привести в порядок почти все дома Самарского района. Их около полутора тысяч. Многие ветхие, некоторым из них по 200 лет. Обслуживать их «Жилсервис» начал в июне этого года. Это не коммерческая организация, которая может исчезнуть, обанкротиться или вывести деньги в другой регион. Администрация города, конечно же, поставила амбициозные задачи перед этой управляющей компанией, несмотря на все сложности, которые у нее есть. Уже в этом году их снабдили техникой – это автопогрузчики, КАМАЗы, трактора. Сегодня в Самаре работают три муниципальные коммунальные компании. Они обслуживают пятую часть всего жилого фонда города. Сотрудники «Жилсервиса» в первую очередь занялись ремонтом тепловых сетей. Их не обновляли много лет. Из-за этого раньше в Самарском районе постоянно случались порывы. Теперь, говорят коммунальщики, там, где поменяли трубы, об этом можно забыть. Заменено в общей сложности 5 километров тепловых трасс. Я думаю, что на 5-7 лет мы забудем о данных участках вовсе. Отопление будет подаваться намного раньше, чем подавалось в 2014-м, в 2013-х годах. Работники «Жилсервиса» тесно сотрудничают с председателями Советов домов. Люди в первую очередь жалуются на состояние фасадов и кровли. Кое-где ремонта не было 30 лет. Кровельщики «Жилсервиса» прошли курсы повышения профмастерства. Делиться, работать стало безопаснее и удобнее. Сейчас новое снаряжение стало выходить. Бояса совсем другие уже полностью. Здесь карабины все это самое. Веревка уже идет совсем с карабинами. Можно самому даже контролировать, допустим, подниматься. Уже второй человек не нужен. Веревку зафиксировал, карабин подтягиваешь и сам уже поднимаешься наверх на крышу. Решить главные коммунальные беды Самарского района в компании «Жилсервис» обещают за два года. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.